От здания сочинского филиала Кубанинерго колонна машин стартовала в 7 утра. Корпоративные автомобили с флагами и эмблемами Дня Победы посетили Красную Поляну, объехали центр Сочи, Дагомыс, Лазаревская, Туапсе. Во всех населенных пунктах к участникам автопробега Дорога памяти присоединялись ветераны, сотрудники районных электросетей, а также представители молодежных и общественных организаций. Все вместе они возложили цветы к памятнику павшим воинам в поселке Лазаревская, к вечному огню на мемориале Горка Героев и на мемориале защитникам в Туапсе. Мы этим автопробегом хотим почтить память не только павших людей во время Отечественной войны, но и поздравить, отдать дань уважения тем ветеранам, которые еще остаются вместе с нами. Только по сочинскому филиалу очень много ветеранов осталось, которые вместе с нами, мы также продолжаем им помогать. Шефство над сочинскими ветеранами, трудившимися в энергетике, ведет Совет ветеранов сочинских электрических сетей. В Кубаниэнерго считают долгом сберечь и сохранить память о живых, наполнить жизнь ветеранов теплом и заботой. Особенно вот отдельно хочется отметить ветеранов энергетики, которые во время Отечественной войны обеспечивали фронт топливом, обеспечивали оружейные заводы электроэнергии и теплом, и передавали нам опыт работы. Свою безграничную благодарность поколению победителей выразило и молодое поколение сотрудников сочинских электрических сетей. Подобные мероприятия, говорят энергетики, объединяют представителей разных поколений. И важны они как для фронтовиков, так и для молодежи. Мы должны помнить ту цену, которую мы уплатили за эту победу. Мы должны помнить и знать свою историю и свое прошлое. Этот автопробег – еще одна возможность вспомнить все события эти трагические и великие в этой победе Великой Отечественной войне. Завершился автопробег экскурсии в Музей обороны Туапсе. А дружескими сигналами участников автопробега поддержали все сочинские автолюбители.